добрый день или добрый вечер уважаемые зрители сегодня мы рассмотрим урок что такое сети полотно или дель из чего она состоит и как выглядит толстой нитки бывает с тонкой нитки да на примере мы посмотрим есть эти полотно для рыболовных сетей есть его сети полотно для миреж так называемая дель сейчас мы разберем урок с вами что такое в принципе сети полотно как она выглядит если его разобрать сети полотно да вот скажем вот так она имеет форму ромба ромб и этот ромбик непосредственно крепится друг другу до углами скажем вот один ромбик узел здесь рядышком с ним узел крепится 2 ромб узел крепится 3 ромб ну и так далее и в эту сторону и также крепление относительно одной и че вот это и че я называется относительно и че крепление идет с четырех сторон сверху и че я крепление раз к этому узелку крепление и че 2 также снизу крепление и че 1 2 и так далее то есть сеть состоит вот так если перевернуть скажем чтобы вот выглядело как тетрадка в клеточку но батутная вязка в сетях не применяется применяется именно ромба видная вязка ромб если непосредственно вот это считается и че я полная то если собрать сети полотно в жгут в жгут на это называется жгут те то вот здесь как бы мы видим если вот так узелки идут 1 и снизу идут 2 вот это называется ряд ряд и чья если вы видите то это составляет если в жгуте два ряда и чья и чья составляет два ряда это ряд по рядам допустим если идет подсчет там сначала сети раз два три 4 5 6 рядов или же подсчет по и чьи я 1 и чья 2 и чья 3 чья то есть три чьи и к примеру это уже шесть рядов каждая чья имеет два ряда каждая чья имеет два ряда то есть если идет речь о рядах то это на понимать что это получи и если есть где-то понимание подсчет в ячьях то это целая и чья составляет два ряда два ряда тут более кого сеть непосредственно дель более толстая чтобы было наглядно видно край сети край сети как правило сети полотна или сети имеют край резанный не обрезает и остается в этот момент мы дальше изучим урок как резать сеть тут остаются хвостики и чтобы правильно обрезать сеть допустим вот сейчас это по высоте высота берется вот эта высота а вот эта длина то есть чтобы правильно обрезать сеть по высоте у вас должны идти ячейки равномерно вниз вот и чья крепится узелком и чья крепится узелком вершине и чья и на конце этих ячей должно быть два хвостика 2 вот раз-два раз тут просто расплетено два раз-два также если мы возьмем непосредственно какой-то сети полотно заводской упаковки или сеть на ней всегда есть маркировка есть маркировка на сети полотне сейчас мы это как бы разберем с вами нам я открываю вот сети полотно достаем эту маркировку по сети полотну значит здесь есть данные есть данные то здесь все эти полотно я достал из лески здесь есть толщина лески написано 017 и чья 45 то есть все эти называются маркировка сети в миллиметрах дается то есть если это сорок пятка это четыре с половиной сантиметра вся и чья берется в миллиметрах высота 1 и 8 метра то есть высота этого полотна 1 метр восемьдесят сантиметров длина 60 метров обвязка 1 и 2 210 дэн в 3 т т значит в не суть то есть это обвязка полотна крайних ячей крайних ячей этого сети полотна ниточная до маркировка нитки идет 210 в 3d но нитка маркируется просто в дэнах дэн я на сегодняшний момент если кому интересная информация что такое это есть в интернете то есть нитка которая обвязка этой крайних ячей берется не точно обвязка в дэн я здесь указано просто у нас что сразу высота 1 и 8 метра на но бывает в этих ярлыках указывается допустим высота там примеру сколько-то и чей пример высота там 45 и чей там 50 и чей 100 и чей там 20 чей то есть количество и чей высоту как мы с вами разобрали что носите полотно вот здесь на примере что вот это ряды два ряда а и чья составляет два ряда то есть если на этом ярлыке указано что у нас и чья составляет и чья составляет 45 миллиметров это значит что и чья 45 миллиметров составляет вот скажем одной грани ромба одной грани ромба 45 вот здесь как бы в данном периоде я вам предоставляю дель которая 50 50 то есть 5 сантиметров 5 сантиметров это значит если 45 ну это вот сети полотно вот это а это 50 50 это считается вот эта грань от узелка до узелка 50 миллиметров 5 сантиметров вот от этого узел когда его 55 сантиметров то есть это считается грань ромба не допустим в этом полотне что что я разобрал до считается вот эта грань тут но очень тонкая леска не очень видно считается также грань от узелка до узелка там на этом 45 45 вот это а и чья уже считается и чья допустим количество ячей в высоту высоту и чья уже значит будет считаться вот так целиком и чья то есть если ее растянуть в жгуте она уже будет для этого сети полотна допустим 45 9 сантиметров а для этой деле то что мы учат держим в руках более толстую она будет составлять 10 сантиметров жгуте в высоту и чья не чья 10 сантиметров то есть от этого узла вот до этого нижнего узла будет 10 сантиметров или 100 миллиметров скажем так сети считается в миллиметрах то есть маркировка сетей в миллиметрах это необходимо как бы знать не то что больше знать это необходимо понимать то есть дальнейшая расчетка бы сетей изготовление всего крылатом сетей то есть это вам момент пригодится спасибо за понимание